Здравствуйте, дорогие друзья. Вначале немножко о политике. Маше сказал фараону, что евреи хотят уйти, кстати, на сколько уйти, кто знает. Написано на три дня, не совсем так. Евреи собирались уйти на семь. Три дня туда, три дня назад и день там для служения. Если кто обратил внимание, то так евреи и сделали. Мы будем считать в одной из следующих глав, что сказал Бог евреям, чтобы они возвратились и остановились перед пихиротом. Это как раз через три дня, чтобы точно соблюсти договор. А потом именно фараон нарушил договор. То есть в течение того времени, которое еще не прошло, армия фараона выступила против народа Израиля. Египтяне все время сомневались, то ли действительно за евреями стоит какая-то великая сила, или это все-таки какая-то случайность. Да, очень совпадений много, но случайность. Поэтому, когда евреи повернули обратно через три дня в Египет, чтобы соблюсти букву закона, еще раз напоминаю, они просили и договорились с фараоном на семь дней, то он решил их атаковать. По ему мнению, поворот свидетельствовал о том, что они не знают, что делать дальше, и никто за ними не стоит. Так фараоны его войска стали жертвой собственной политики двойных стандартов. Их нападение на беззащитных евреев до истечения семидневного срока привело к тому, что Красное море сомкнулось над ними. Это чтобы подвести итог этому кусочку. Кстати, все, что написано в истории, актуально абсолютно и сегодня. И сегодня применяется такая политика в отношении государства Израиль. Ему каждый, кто не лень, пытается диктовать свою волю, заставлять идти на уступки. Но написано, что так же, как Египет, произошло в Египте, скоро Бог продемонстрирует, кто действительно властвует над миром. Пошли дальше. Объясняют мудрецы, надо, чтобы у человека обязательно был Бог в душе. А для чего? Иначе он сделает Богом себя. Третьего варианта не дано. И вот вся история человека, мы помним, да, все для блага человека, все на имя, человек это звучит гордо. А мы Боги. Целое поколение на этом выросло. Но когда человек растет, считая себя Богом, это сказывается на его представлении о справедливости. Он считает, что его желание, это и есть справедливость. И тогда мир идет к тупику. Сказано на всякого новорожденного, фараон сказал, бросайте в реку. И при этом никаких угрозней не совести. Он счел, что они должны утонуть. Он очень должны. Для него самого все желания являются справедливыми, его и верными. И мы видели такое, разный Гитлер, и по сегодняшний день мы такое видим. Нам надо взглянуть на себя честным взглядом. Куда мы идем? На что тратим бесценную жизнь свою? С чем придем в мир вечности? Говорят мудрецы, об этом надо думать сегодня. Сказали мудрецы, покайся за день до смерти. Спрашивают, как я, я же не знаю, когда умру. Отвечают мудрецы, тогда покайся сегодня. Это самое правильное. Вот вся история фараона и его народа, они переживают огромные потрясения. Град, жабы там, я знаю, дикие там, и всякие испытания. И часто происходит в жизни каждого человека, когда что-то резко меняется. Какая-то война, какие-то неприятности. Человек начинает думать, может я не бог? А может, кто мной управляет, тоже не боги? Тогда возникает следующий вопрос. А как проходит моя жизнь? История с фараоном нам более-менее понятна. Когда человек убеждается в неприятном или болезненном личном опыте своем, он всегда обязуется больше не делать, не повторять. Как часто, когда человек оттошнило, когда вы переели, вы говорите, что не будете больше кушать, больше. Или когда еле-еле встал, когда после, там, и даешь себе слово, что больше после 11, уже обязательно лягу до 11. Но когда дискомфорт проходит из памяти через несколько дней, да, вновь и вновь повторяется прежний негативный опыт. Фараон. И все потому, что когда исчезают болезненные симптомы, наступает облегчение, мы просто теряем свою ясность ума. Давайте представим себе, что у человека, не дай бог, конечно, какой-то, ну что, сердечный приступ. Его в карете к скорой помощи везут в больницу. Пока он находится на больничной койке, он обещает себе, вернувшись домой, изменить свой образ жизни, питаться лучше, физические упражнения. Там, ну, к сожалению, подобного рода обязательства недолговечны, ибо едва стихает боль. Старые привычки естественным образом обращаются и берут свое. Дело в том, что когда вы страдаете от боли, нетрудно догадаться, что вы хотите изменить свою жизнь и поведение. Все понимают ситуацию правильно в этот момент, и настраивают себя соответственно. Так и фараон все, вел себя. Но когда вы не испытываете никакого некомфорта, физического недуга, очень непросто предпринять намеченные усилия и пойти против человеческой природы, против лени, против накатанного пути. Тяжело сойти со старого пути, отбросить и повернуться на новую жизнь. Все, что нужно сделать, чтобы добиться желаемого результата, сказали мудрецы, перед тем, как повторить саморазрушительное поведение, остановиться и поразмышлять немного о последствиях происшедшего. Если бы фараон это сделал, у Египта был бы другой результат. Но мы-то, мы-то должны хотя бы сделать вывод из неприятностей фараона. Это идеальный случай, сделать выводы из ошибок других. Брахавы от слаха, давайте наметим наши планы, будем иметь и обязательно развиваться. Брахавы от слаха. Всего самого лучшего. Субтитры подогнали Симон. Продолжение следует...